Сёс Сруберычу, депутат Карамушкина Ирина Юрьевна. Спасибо. Я не буду не задавать никакие вопросы генеральному прокурору, потому что все ответы будут с обвинительным уклоном, и так по указке режиссёра вы будете отвечать. Потому что сегодня я хочу ответить, уважаемый генеральный прокурор, что я больше не доверяю вам. Я, как господина Джамшитова, возможно, ещё понимаю, но как генерального прокурора я выражаю вам презрение. Во-первых, по всем пунктам обвинения, по всем пунктам обвинения, всё, что вы обвинили экс-президента, в том числе создание преступной группировки, в одной команде с ним работала вся группа СДПК, фракция СДПК, то есть тогда были депутаты, в одной команде с ним работали Торага, Джигуркукинеша, Аслбек Дженбеков, тогда был ещё премьер-министр Сорумбай Дженбеков, значит, и ТЭЦ ратифицировалась, здесь вы сказали, что это нанесло непоправимый урон, это ратификация, а ратифицировал её тогда Торага, Джигуркукинеша, Аслбек Дженбеков, депутаты, профильные комитеты, то есть я считаю, что братья Дженбековы должны нести полную уголовную ответственность тогда как соучастники, как соучастники к экс-президенту. Через каждую вашу строчку был Атамбаев, Атамбаев, Атамбаев. Я понимаю, ваш обвинительный уклон, но тогда это значит была монархия, значит, тогда весь депутатский корпус сопровождал всё, что творилось, значит, не демократические принципы были в стране, а именно монархические принципы. И вы сейчас говорите о том, что все эти обвинения имеют место быть, так вот, я хочу отметить, что на сегодняшний день именно власть провоцирует негодование народа. Я за две минуты не успею озвучить всё, что сегодня говорит народ, но именно власть, и вы лично сегодня спровоцировали движение народа не за Атамбаева уже, а то, что именно депутатский корпус, который должен стоять на страже закона, именно с депутатского корпуса идут все нарушения закона, конституции. При их молчаливом согласии всё творилось, что вы сегодня говорите, если действительно это творилось. Депутат Мадаминов Мураду Ганыевич.